А на сегодня серия седьмая. Эстеток дня мы с Игорем не разговаривали. Наши дружеские отношения – всё. Они дали трещину. Но про Марата много сказать я не могу. Он со мной почти не разговаривал, общаясь в основном с Кандыбином и Вагановым. Вместе с ними постоянно и работал там. Человек он был очень скрытный и очень осторожный, знаете. Наш небольшой стан был очень хорошо замаскирован среди елей. И мы получили команду не маячить на открытом месте, если появится какой-нибудь вертолёт. Даже охотиться Марат и то запретил. Нечего тут лишний шум подымать. Вот так и сказал нам. Женька Кандыбин по кличке Ганс не вызывал у меня никаких других чувств, кроме отвращения. Это был чистой воды уголовник. Никого, кроме своих хозяев, он не боялся. Кандыбин хорошо усвоил, что ему надо лишь только лишь подчиняться и выполнять приказы. И всё будет хорошо. Даже если он влетит в уголовное дело, то его обязательно выкупят, браточки. И так уже случалось не раз. Всё у него там проверено. А Игорь рассказал мне, что этой зимой Ганс влип особенно крепко. Вместе с помощником он поймал двух парней и продержал их трое суток в холодной железной будке, требуя выкуп с родителей бизнесменов. При этом обоих ребят безжалостно избивали. Оба отморозили пальцы, а одному из парней Ганс лично отрезал ухо. Вот так вот. Заложников освобождал спецназ. Шум поднялся на всю область. Газеты писали о разгуле преступности и бессилии властей, которые слишком заняты строительством личных особняков и опекой совместных предприятий. Замки там себе строят. Глава администрации заявил, что это не так. С коррупцией идёт непримиримая борьба, знаете ли. А расследование по делу студентов он возьмёт под свой личный контроль. Но всё, как обычно это бывает, обернулось пшиком. Пшик, а не мужик. Монгол нанял опытных адвокатов. Обработали семьи потерпевших. Всех обработали. И месяца через три, когда утих уже шум, из следственного изолятора освободили Ганса, которому как главарю группы светил полновесный червонец. И строгого режима. Суровую статью о вымогательстве заменили на суде на ни к чему не обязывающие самоуправство. И все группы отделались только условными приговорами. Посадили на два года только лишь одного из помощников Ганса, обвинённого в том, что неосторожно отрезал у потерпевшего видители уха. Неосторожный. Неосторожный. Вот такой вот сказочник. Ганс. А самая смелая из городских газет, она ещё едко посмеялась над результатами нашумевшего процесса. Но через пару дней кто-то поджёг помещение редакции. И пресса тоже затихла синим пламенем. А будешь? Твёрдо уверовавший во всемогущество монгола, Кандыбин плевал на весь остальной мир со своей башни, готовый во всём подчиняться только своему хозяину. Он с трудом переносил своё затянувшееся пребывание здесь в тайге и с каждым днём становился всё больше и больше раздражительным. Когда же меня высмыкнут отсюда? М? Да, я вот сижу и думаю. Любые неприятности это ерунда по сравнению с тем, когда на такую войну не сегодня, а завтра заберут твоего сына. Только об этом и думаешь. И у меня всё. Изменилось настроение. И я даже начал общаться с Захаром, с которым почти никто не разговаривал. Но всё же нас всё-таки связывало прошлое. В знак особого расположения старик тайком подкладывал мне куски получше. Ну, конечно же, только после Марата. Вспоминал он и медвежий. Рассказывал мне о дальнейшей судьбе людей, которых я когда-то знал. Большинство зэков Медвежева попали в лагерь, начальником которого опять поставили полковника Нехаева. Ну и Няхай. Видишь, как держится, а? Хе, Нехаев. Мой бывший бригадир Олейник, он прожил недолго. Он работал трактористом и в ноябре пятьдесят девятого провалился вместе с трактором под лёд. И так и утонул. «А семья его как?» Спросил я. «Жена с кем-то из охранников сошлась. А что там дальше уже было, я не знаю. Дядьку Нехаев как-то встретил вот уже в шестидесятых годах. Да. А совсем не изменился. На улице мороз по тридцать, а он по улице вышагивает. Полушубок нараспашку, морда красная вся. Узнал меня. Заулыбался. За руку поздоровался. Ну, поговорили с ним про жизнь. Он уже на пенсии был, начальником охраны на заводе работал. Да, доклыгивал. Ну, ничего. Такой же здоровый. И точно так же водку пьёт. Топливо. Так говорил, да? Ну, вернее, даже пил уже своё топливо. Сейчас-то он, наверное, уже умер. Да, справедливый дядька был. Справедливый. И руку тебе паскуде пожал, потому что не до конца разгадал сволочную твою натуру. Ты же под рубаху парня канал, м? Блатного бригадира изображал всегда, которым любую дырку заткнуть можно, и которого работяги как отца родного любят. Так? Не знал ни хаев, кто за многими убийствами стоял. Ой, не знал. А то бы тебе не пожал руку. Такой скотине, а? Ну, зачем вспоминать прошедшие? А врача Горинского помнишь? Хихикнул Захар. Помню, ответил я, вспоминая лагерного врача, которого так не любила жена начальника оперчасти Катько. А приходовали его? Опустили, значит. Я не спрашивал о Горинском, но Захар поторопился рассказать. Его с последней партией вывозили. Он думал, если врач, так его с офицерами в каютах повезут. Угу. Думал. Индюк тоже думал. И в суп попал. Ха! А его в трюм сунули вместе со всеми. как того индюка. И варись в том бульоне. Как обычного зэка засунули. А дорога же она же длинная. Ха! Скучно! И Захар хихикнул ожидаемой реакции. Горинского в лагере ой, как не любили. Горе прям. За халуйство, за вот эту его продажность и презрение к простым работягам. И я тоже не любил его. Я тоже с этим столкнулся. Но злорадство старика над чужим унижением неприятно меня задело. Тебе же ведь самому осталось жить всего-то ничего, а? А ты тут хихикаешь над кем-то. Слюни пускаешь, а? Вспоминая, как человека мордовали, да? Горинский ведь вам помогал. Выдавал липовое освобождение от работы. А вы что, его значит, отблагодарили? Ему за это платили все, с вызовом ответил Захар. Продуктами, махоркой. Рассчитывались. Он лучше любого вора в лагере жил. Не надо. Ты мне вот еще что скажи. То, что вы слайдеса убили, я могу понять. Паренек он был с гонором, да. Мог даже своим прибалтом про Элим рассказать. Но за что остальных поубивали? Ведь ты же прекрасно знал, ни Лунек, ни Мишка, ни я, что мы никому про золото не расскажем. Время прошло, и вы ведь в этом убедились? А все равно убили и Мишку, и Лунька, да и за мной охотились. Я убивать никого не хотел. Я знал, что вы молчать будете. Алдан приказал, а с ним не поспоришь. Ну ты хоть сейчас Захар не время, а? Алдан зря никого не убивал никогда, да и не был он жадным. Твоя это инициатива, да едеги. Вам человека пришить легче, чем плюнуть было, так? Думай, как хочешь, буркнул Захар и отвернулся. Однажды я спросил про Тимофея Волкова. Помнил, как он спас меня от смерти там, в бане. А позже вместе с Олейником просил полковника Нехаева перевести меня в другой лагерь. Я все помнил. И эти люди спасли мне тогда жизнь. Захар терпеть не мог этого Волкова за независимость и смелость. А? Таких людей, которые не боялись Захара и его шоблы, насчитывались в лагере единицы. Тимофей долго сидел. Лет шесть или семь. А потом, кажись, освободился, пожал плечами Захар. А Сашка белый, его приемный сын, этот длинный, что ли, с золотушной мордой? Он раньше освободился, вольным при лагере работал. Да, папаню ждал. Сашка белый тоже вызывал у Захара раздражение, и это даже сейчас, спустя года, было видно. Захара всегда раздражало проявление нормальных человеческих чувств, как у всех, значит. Ашмон умер, со скорбной гримасой сообщил он как-то мне. от туберкулеза яду в шестьдесят пятом или шестьдесят шестом. Шесть, 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 значит. Да, Шмон хороший мужик был, надежный. Мы с ним вместе много дел провернули. И тут я вспомнил красную рожу Шмона и пожалел, что хороший мужик не сдох лет семь раньше. Ага. И вот после визита Монгола настрой всей бригады сразу же изменился. Внешние дни проходили по остановленному Маратом распорядку. Мы рано вставали, завтракали, шли на речку, вечером ужинали и, посидев у костра, расходились по своим палаткам. Все по плану, все установлено. Установили нам. Но замкнулся, избегая общих разговоров, Андрей Ваганов. Закрылся прям. Более озабоченным и настороженным стал Марат, хотя старался казаться мягче и не привязывался по мелочам. Разрешал выпить лишнюю стопочку, пытался рассказывать даже анекдоты. Но атмосфера все равно продолжала сгущаться. Словно перед бурой. Угу. И как раз почему-то еще упала добыча золота. Марат приказывал менять места. Туда-сюда гонял всех. Заставлял скрупулезно копаться на каком-нибудь пятачке, но результаты все равно не улучшались. И он советовался с Вагановым. Тут вяло пожимал плечами. Но идет же золото. Идет. Идут реки. Ну, хоть и поменьше, но идет. Значит, ну, фар такой получается. И Марат начинал злиться и с трудом сдерживаясь, чтобы не заорать, терпеливо допытывался, все ли мы правильно тут все делаем. М? Ну, делаю, как умею. Че ты хочешь, а? Коротко отвечал Ваганов, и я замечал, как вздували желваки на его небритых впалых щеках. Ваганов стал чаще подходить ко мне, особенно, если рядом никого не было. Ну, блин, вляпались мы с тобой, а? Да, закуривал он очередную приму из мятой пачки. Вляпались, соглашался я. Андрей уже знал мою историю, и он сочувствовал мне. Марат вчера вечером подходит, рассказывал Ваганов, и начинает лапшу на уши мне вешать. Ты, не переживай, свою долю, как договорились, полностью получишь. А это тебе аванс. Угу. И протягивает меня пачку денег. Здесь, мол, говорит, двести долларов и миллион деревянными. А я его спрашиваю, это вместо полкила золота, которое вы мне должны были, что ли? Так полкила минимум на пятнадцать миллионов тянет. А ты мне тут какие-то гроши предлагаешь? М? И не взял я его эти деньги. Подачки, а? Если вы, говорю, мужики настоящие, то рассчитаетесь со мной как положено. А вот сейчас думаю, а может и зря не взял. С паршивой овцы хоть шерсть стеклок, но а не синица в небе. Вот так вот думаю сейчас. И все же за десяток дней мы таки намыли три килограмма золота. А потом пошел дождь. Два дня мы не вылезали из палаток, ели консервы с черствым хлебом и ворочались под влажными набухшими одеялами. Спасибо Ваганову, единственному опытному таежнику среди нас, он умудрялся под непрерывным обложенным дождем разводить костер и кипятить чай. Дорошенко переползал в палатку к Марату и Женьке. Андрей от них уходил, и мы подолгу сидели с ним вдвоем, разговаривали о жизни. Иногда Марат наливал своим бойцам водки, подносил так же и к нам. Подношение. Я не раз наблюдал, как он пытался подойти к нашей палатке незамеченным. Послушать, о чем это мы там говорим, а? Сплетничаем. Ничего интересного для себя он ни разу не услышал. Никаких тайных планов мы не строили. О добыче золота я также не заговаривал, хотя некоторые вопросы у меня на языке прям так и вертелись. И вот в один из дней, хватив тайком стакан спирту, Кандыбин отправился на охоту. И га! И ему повезло. В километрах в полутора от нашего стана он наткнулся на глухарей, сидевших на березе. И первым же выстрелом Женька сбил большого глухаря. Бздень! И оставшиеся в магазине СКС-9 патронов выпустил вслед взлетевшей стаи. Но больше ни в кого не попал. Вот так вот значит. Охотничек. Трах-бах-тах. Только первый. Первая мысль всегда самая, да? Искренне. Вот так и здесь. Ну хоть мясца свежего пожрете, а? И Женька бросил возле палатки отливающую с сизыми перьями тяжелую птицу. Эй, Марат, мне сто грамм причитается, подчеркнул тот. Бригадир прям с бешеной стрельбой сорвал с плеча Кандыбина карабин. Если ты еще хоть раз притронешься без разрешения к оружию, я тебе в башку дырку в один момент проверчу. Сто грамм свинца ты, понял? Получишь ты у меня. Налью тебе, понял? А че это я такого сделал, а? Стрельбу кто поднял? Ты своими мозгами куриными соображаешь вообще, что нас могут услышать здесь? Нам что, лишние свидетели нужны? И Марат повнимательнее вгляделся в лицо Кандыбина. обучившись, стоял перед Маратом. Мускулистые веснущатые руки легко крошили обломок толстой ветки. На груди колыхалась ярко-синяя татуировка с изображением церкви с тремя куполами. Ганс выставлял напоказ знаки своей воровской иерархии. Три ходки в лагеря за грабежи, за рэкет и за кражи. За папу и за маму. Ха-ха! Марат не сидел ни разу, не нюхал параши. Не знаешь, что такое зона. А лепит здесь себя вот тут крутого бугра ты, бэгары. Ты че, Марат, выделываешься? Что, давно сам в бойцах ходил? А теперь дали тебе власти вон с гулькин хрен шо? Все? Так ты уже убить готовый, да? Власти у меня достаточно, чтобы тебе пасть заткнуть. И шагать будешь туда, куда я тебе покажу. Ясно? Игорь подошел к приятелю и положил руку на плечо. Женя, пошли отдохнем. И увел его в палатку. И дождь наконец прекратился, но через день подскользнулся на камне и сильно разбил колено Марат. Работать он не мог и остался на стане вместе с Захаром. И Ваганов мыл песок теперь вдвоем с Кандыбином. Прозиравший любой физический труд, Женька Кандыбин под контролем бригадира еще как-то тянул лямку. Сейчас он отлынивал вовсю, бросал лопату и, оставив Ваганова одного, уходил перекурить к Игорю. И следуя его пример, мы с Андреем тоже бросали лопаты. Дурной пример заразителен и тоже садились покурить. Ну, ради чего упираться? Ну, правильно, на щедрость монгола ни я, ни Андрей не рассчитывали. Премии не выпишут. Азарт первых дней уже иссяк как-то. И у Игоря, и у меня. Мы все устали от этого тяжелого утомительного труда здесь. Это и одно и однообразной пищи, состоявшей в основном из консервов и ночевок в холодных палатках. Ну, разве что только Захар оживлялся, когда взвешивали по вечерам добычу. Ну, разве что только тот. Тебе сколько пообещали? Насмешливо спрашивал у него Ваганов. Сколько есть? Все мое, важно отвечал старик. Ну-ну, мешок для денег уже приготовил и два ведра с медалями. Приготовил, щерил тот беззубый свой рот. Монгол мужик хороший, не обманет он, как мантру всегда повторял он. А сам испытующий глядел на Ваганова. Похоже, он начинал сомневаться в честности Монгола и ждал, что еще скажет Андрей. Но Ваганов замолкал на полуслове и Захар беспокойно переставлял с места на место посуду. Свои обязанности повара он исполнял старательно, вставая намного раньше нас, чтобы приготовить завтрак. умудрялся даже печь блины и приохотился к рыбной ловле, угощая нас иногда ухой из хариусов. Уху ели? Уху ели все. Я пойду наловлю трошки. Между тем подошел к концу уже и август. В ясные звездные ночи уже очень хорошо подмораживало, и мы забирали спальные мешки, натянув на себе всю одежду, которая у нас только имелась. Утром прям тряслись от холода, да, зуб на зуб не попадал, и долго потом отогревались у костерочка. От ледяной лимской воды у всех были красные, словно обваренные руки. Кожа трескалась и кровоточила. Андрей мучил радикулит, и он с трудом поднимался по утрам. Мы считали оставшиеся до прибытия вертолета дни, хотя монгол и не называл точной даты, но развязка наступила гораздо быстрее. Да. На третий день, после того, как Марат разбил колено, подрались Ваганов и Кандыбин. К этому дело шло уже давно. А Ганс, поделивший мир на две части, на братву и на лохов, считал, что с лохами можно вести себя как угодно, и существуют они только лишь для того, чтобы хорошо и сыто жила братва. По мнению Ганса, Ваганов и был одним из лохов, о чем не уставал повторять об этом. Обманутый и обозленный на всю компанию золотоискатель вначале огрызался в ответ. А когда Кандыбин будто случайно пихнул его в воду, тут Ваганов, не раздумывая, кинулся на него. Конечно, поединок был неравный. Нет, если громадного обросшего мясистыми мышцами Кандыбина можно было сравнить с кабаном, то худой жилистый Андрей Ваганов напоминал разверенного бродячего кота, шипящего. Однако он ударил Кандыбина головой в живот, потом еще раз. Ганс, не удержав равновесия, грохнулся в воду, подняв тучу брызг. Мгновенно вскочил и бросился было на Ваганова, но к ним уже торопливо ковылял Марат. Судья, значит, размахивая головой пистолетом. Все. А ну в стороны. Стоять, значит. Иган с налитым кровью глазами уставился на Андрея. За последние годы никто не осмеливался давать ему сдачи, да еще сбивать с ног. Что это такое? Он был готов растоптать, задушить этого лоха, если бы не зверское выражение лица бригадира. Судью намыло, а? Марат понял, что его помощник сейчас искалечит единственного в бригаде настоящего золотоискателя. Это же наши мозги. И добыча будет все окончательно уже остановлено. Первый раз за все время Марат достал из кобуры пистолет. Это был тяжелый кольт с длинным никелированным стволом. Я не сомневался, что он пустит его в ход, если кто-то рискнет не подчиниться. Кандыбин, матерясь и вздувая мощные бицепсы на руках, отошел в сторонку. Ваганов извлек из кармана мокрую пачку примы и швырнул ее в воду. Я прикурил ему сигарету. И от возбуждения Ваганова штрясло всего. Что случилось? спросил уже спокойнее Марат. «Да так, вот искупались немного», отозвался Кандыбин. Он пытался даже улыбаться, но улыбка выходила жутковатая. Унижение было велико. Получить плюху не от какого-нибудь опытного бойца враждебного клана, а от простого лоха, а? Но кипя от злобы, Кандыбин понимал, что лучше превратить все в шутку сейчас. И надо улыбаться. А дальше, мол, посмотрим, как пойдет. И я вот тоже подскользнулся, похлопал себе по колену Марат. До сих пор нога не сгибается. Ну ладно, одевайте сухую одежду и за работу. Водку закупание в проруби получите вечером. После того, как добычу уже взвесим. И тут я почувствовал, что Ваганов хочет что-то сказать. Может отказаться от работы в паре с Кандыбином. Но, предупреждая его, снова заговорил Марат. Я понимаю, нервы у всех на пределе, но никаких склок я не потерплю здесь. Поняли? Здесь-то работать-то осталось неделю, но от силы полторы. Да, а через две снег выпадет, добавил я. Так что в последние дни надо поднажать. Андрей, в помощь получишь Захара. Ничего не случится, пусть покидает старик песок. Ужин я как-нибудь уже сам там приготовлю. И в тот вечер мы взвесили добычу. 206 граммов золотого песка. А всего за 17 дней 3 килограмма. Вдвое меньше, чем за первые две недели. Опять же, первая мысля дороже второго. Да. Надо понад надо, 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 надо подкачаться, напрячься надо, поняли вы, доставая за ужином вторую бутылочку водки, снова твердел Марат. Мы молча выпили и разошлись по палаткам. Заправили нас. Было очень холодно, даже возле костра. Даже тепленькое это не помогало. Сырой туман наползал из ущелья, и просохшие задянь одеяла снова набухали влагой. И я накрыл голову спальным мешком и постепенно, постепенно, но я согрелся. Рядом ворочался и вздыхал Захар. А Игорь уже спал крепким сном. Он меньше кого-либо задумывался о завтрашнем дне. Наша таежная жизнь ему тоже порядком поднадоела. Но он терпеливо выполнял свою работу. И ждал, когда прилетит Монгол на голубом вертолете и заберет нас отсюда. Вот такая сказочка. Марат, Кандыбин и Дорошенко часто собирались втроем и вели какие-то свои разговоры. Замолкая при появлении кого-либо из остальных, они все говорили и говорили. Шуршукали. Я не слишком обращал на них внимание, зато настороженно наблюдал за ними Андрей Ваганов. И у него были на то свои причины. А мы, как обычно, работали в паре с Игорем. Метрах в ста пятидесяти от нас выше по течению возились промывочным лотком Ваганов, Кандыбин и приданный им в помощь Захар. Опираясь на самодельную клюку, Марат подошел сначала к ним, потом, присев на камень, минут пять понаблюдал и за нами тоже. «Ну что, идет дело?» «Идет, понемногу», отозвался Игорь, так как вопрос в первую очередь был адресован к нему. «Старшим в нашей группе, несмотря на возраст, считался Игорь. Он был своим, а я его лишь только подневольным работником». «Ну, получше, чем вчера». «Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, сказал Игорь. «У Ваганова слабовато там», сказал Марат. «Да и вчера похуже было». «А че с бродяги возьмешь? Он сейчас на нас на всех злой, как собака. Считать, что обделили, да еще вчера с Женькой вон сцепились как». «Это еще спасибо, что ты вмешался, а то бы Ганс его точно урыл там». Марат ничего не ответил и долго рассматривал золотые чешуйки, которые мы намыли с утра. «Ну, ладно», сказал он, возвращая Игорю замшевый кесет. «Работайте, обед через час уже». И Марат неторопливо заковылял в сторону палаток. Но никакого обеда в тот день у нас не было. Сначала я услышал пронзительный крик. Кричал Захар. За изгибом реки не было видно, что там происходит, и мы повыскакивали на берег. «Хм, дед тонет, что ли», пробормотал Дорошенко. Но я подумал, что опять сцепились Ваганов и Кандыбин. Опять. А так оно и вышло. Но дело получалось куда серьезнее, чем вчера. Кандыбин сидел и, привалившись спиной к камню, зажимал ладонью левое плечо. Штормовка прям набухла вся кровью. Андрей весь мокрый, в разорванной рубашке стоял в нескольких шагах поодаль. Волосы слиплись от крови. Из разбитого носа тянулись две красные струйки. От палаток в сопровождении Захара в нашу сторону ковылял Марат. Наклонившись над Кандыбином, ощупал плечо. Тот дернулся от боли и застонал. «Ну шо у вас, блядь, опять получилось, а? Шо за блядство, а? Да вот он!» И Захар показал пальцем на Ваганова. «Женьку лопатой уделал». «Но ты знаешь, что ключицу Гансу сломал?» Вытирая платком с пальцев кровь, тихо спросил Марат. «Догадываюсь», хмуро ответил Андрей. «Только ваш Ганс перед этим меня башкой об камень ударил, а когда увидел, что не добил, попытался еще раз повторить. Но не успел, собака». Ваганова качало словно пьяного, и он опустился на песок. Я видел, как кровь из раны на голове стекает по щекам, по шее, исчезая за воротником рубашки. «Захар, сбегай за бинтом, ее тоже захвати», приказал Марат, и вдруг рявкнул на меня, когда я с носовым платком в руки подошел к Ваганову, чтобы вытереть ему кровь. «Назад!» «А ты встань!» И тут Марат передернул затвор кольта чик-чик и направил ствол на Андрея. «Ты что же, паскуда, делаешь, а? Ты хоть соображаешь, на кого дергаешься?» Ваганов продолжал сидеть. Подскочил Дорошенко и силой пнул его вбок. «Тебе сказали встать, не понял?» «Игорь, отойди!» понижая голос почти до шепота, проговорил Марат. «Он сейчас встанет и ляжет и объяснить нам, почему лапшу на уши вешает. Фарт, видите ли, у него не идет, а золото неизвестно куда девается. «Ты кого дурить вздумал, урод?» И два выстрела ударили отрывисто и быстро, один за другим. Ваганов скрипнув, схватился за ногу выше колена. Вторая пуля ушла в песок. «Вставай, давай!» И еще два выстрела. «Бэм! Бэм!» Пули прошли в сантиметре от ног Ваганова. Андрей с трутом поднялся. «Ну что с тобой дальше делать? Золото ты мыть не хочешь, на хозяев своих прыгаешь. Ну вот что с ним делать? Ганс! А может ты сначала разберешься, бригадир? Ваганов стоял неестественно прямо, опустив руки. И я видел, что это требует от него огромных усилий. Или уже все решено заранее? Бродягу Ваганова пришить как ненужного свидетеля, благо сезон заканчивается. Да? И чья очередь следующего? Стаса? Захара? Да? И снова прогремел выстрел. Бэм! И Ваганов невольно дернулся. Марат играл с Андреем как кошка с мышью. и пуля прошла между ног, вырвав даже клок штанины. Марат приподнял ствол пистолета и Ваганов невольно сделал шаг назад, понимая, что игра идет к жестокому концу и легкой смерти не будет. Наверное, Марату нравилось отрывать куски мяса выстрелами из пистолета. Убийство, готовое вот-вот произойти на моих глазах, что-то переломило во мне, выводя из шока. Я словно со стороны видел себя, глазеющего на все это, как убивают точно такого же работягу, как я. Кто следующий? А потом ведь наступит моя очередь. Ха! Молчание ягнят прямо. Овцы мы! Да? Молчание ягнят. Ха! Кажется, так назывался известный фильм о том маньяке, да? Ну, вот и нас убивают, как тех овец тут. И мы смотрим на это. И если нас не касается, то мы ничего не делаем, да? Нас это не касается? Да, стадо! И я оглянулся вокруг. На мелководье валялась лопата, которой Андрей ударил кондыбина. Но дотянуться до нее Марат мне не даст. И я прыгнул на него всей массой своего девяносто килограммового тела. Конечно, я подзабыл приемы борьбы, которые освоил свои бродяжи юности, но многолетняя шоферская работа сделала мои руки крепкими, как крюки. Опыт не пропьешь, значит. Сверну, как баранку. Я схватил Марата за правую кисть и сдавил локтем горло. Аж захрипел. И выстрел ударил оглушающе, звонко, над самым ухом. И пуля зарылась в песок. Запрокидывая голову, я душил его, зная, что в запасе у меня считанные секунды. Сейчас на помощь Марату, конечно же, кинется Дорошенко. И все будет кончено. Души! Игорь принял боевую стойку, сделал шаг, готовясь к удару. Но выворачивая руку с пистолетом в его сторону, я сдавил палец Марата. Да хруст сдавил. Бэм! И пуля прошла рядом с Дорошенко. Игорь шарахнулся в сторону. Ваганов ударил его кулаком в лицо и тут же полетел на песок, сбитый мощным толчком ноги в живот. А драться эти ребята умели. И он бы достал, свернул бы мне челюсть. Мой бывший напарник, студент. Если бы из последних сил я не сдавил пальцы Марата еще и еще раз. Бэм! Бэм! И девяти миллиметровая пуля ударила Дорошенко в живот. Я услышал этот шлепок, оживую напряженную плоть. И Игорь, вскрикнув, согнулся. Подскочивший Андрей выкручивал, рвал кольт из руки Марата. Кандыбин с перекошенным от злости и боли лицом смаху рубанул меня ладонью по шее. Ощущение было, как от удара доской по доске. В глазах заплясали огненные круги. Отпустив Марата, я свалился на песок. Тело все одеревенело. Дуб дерево. Подгребая руками, я пытался встать хоть на четвереньки. Даже с перебитой ключицей Кандыбин, наверное, справился бы с Вагановым. Но золотоискатель все же сумел выдернуть из руки Марата пистолет и выстрелил ему прям в лицо. И Марата отбросила назад. Он шагнул, пытаясь удержаться на ногах. И так и упал рядом со мною. И ударили еще три выстрела подряд. Бэм! 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 И Кандыбин, дернувшись, застыл на месте. На спине набухали, сливаясь в дно три темно-красных пятна. Ганс, боец-тяжеловес, убийца и один из самых жестоких рикетиров в банде Монгола, стоял, раскачиваясь, словно раздумывая, что делать ему дальше. С тремя отверстиями-то. Три пули остановили его, но мощное тело упрямо сопротивлялось, а мозг, если он у него и был, еще не до конца воспринимал все происходящее. Всегда привыкший побеждать и убивать других, Ганс не понимал, что он сейчас умрет. Сука! «Брось!» Но закончить эту фразу он так и не успел. Ваганов выстрелил четвертый раз. «Бэм!» Изгибаясь пополам, Кандыбин сунулся лицом в песочек. В неподвижном воздухе стоял тошнотворный запах крови. Все это напоминало бойню. Огромная сдрагивающая туша Ганса, Марат с окровавленной головой, Игорь Дорошенко, свернувшийся клубком и зажимающий ладонями живот. И всюду кровь, быстро впитывающийся в песочек. придется доп стейляннах, и да, в пятьдесят восьмом За тайну и Лима заплатили жизнью три человека. И драма повторилась снова. Марат и Кандыбин были убиты на повал, а спустя час умер от раны в живот и Игорь Дорошенко. А Захар, напуганный стрельбою, он убежал в лес. Андрею досталось крепко. Обессиленный он лежал на траве возле палатки, и я выстригал ему слипшиеся от крови волосы. Кожа на затылке от удара лопнула. Но черепная кость выдержала. — Да, крепкая у тебя башка, значит, — заметил я. — Кишка у этих уродов тонкая, меня угробить, — пробормотал Ваганов. — Чего-чего, а башка у меня крепкая, варит. И я зашил рану обычной суровой ниткой и, густо залив йодом, перебинтовал все. Подскуливая от боли, Андрей попросил. — Дай водки хлебнуть, а! И я открыл бутылку столичной и налил по полстакана ему и себе. А потом взялся за его ногу. Пуля прошла на вылет под кожей, сантиметрах в десяти выше левого колена. Из двух небольших дырочек кровь уже не текла. И я осмотрел рану и налил Ваганову еще полстаканчика водки. Потом с силой сдавил края раны. Ваганов, извиваясь, как угрь, отчаянно матерился. — Ну, давай, давай! — поддержал я его. — Только ногой не дергай! — Эх, мать твою! Как заорал Андрей, когда, выдавив из отверстия загустевшую кровь, я кончиком ножа полез туда. И я вытащил нитку от брюк, вбитую в тело пулей. Эх, канавал! И я промыл спиртом кожу вокруг раны и, наложив вату, пропитанную йодом, стал бинтовать ногу. — А ты где это так? — Где это ты так научился? — спросил Ваганов, прикуривая очередную сигаретку. — А ты что, думаешь, я меньше тебя всего повидал? — Ты еще под стол ходил, когда я тот срок отбывал. — Угу, значит. — Да, вот только людей ты убивать не научился. — А меня вот жизнь заставила, да. — А, впрочем, какие это люди, а? — Козлы позорные. — Ты руку еще у меня посмотри там. Гля, а? И я снял с Ваганова штормовку, рубашку и обработал йодом глубокую ссадину на руке. Локоть опух, и кожа на нем тоже была содрана. — Тебя что, по камням за ноги таскали? — А так и было, — усмехнулся Ваганов. — После вчерашнего Ганс очень уж хотел со мной рассчитаться. Прямо на глазах у Захара, чтобы тот тоже видел. Выждал момент и заехал кулаком в челюсть. Хорошо, что я все время был настороже. Вернулся я, а он меня ногой. Но я свалился, и вот, башкой об камень. Если бы я сознание потерял, то все, конец. Приехали. Но я вывернулся. Я же легкий. А тут лопата под руку как раз подвернулась. И Иоганн с этой лопатой и уделал. Хотел по кумполу. Но мал мальца промахнулся. Угодил в плечо. Чуток левее от его коломбины. — И хорошо, что ты вмешался, да? Спасибо тебе. — Пожалуйста, — буркнул я. Я понимал, что это все случайно вышло. А если бы я не подошел? Что бы дальше было? Приходя в себя, я начал осознавать, в какой переплет попали мы оба с Вагановым. — Они уже давно решили меня убрать, — сжимая-разжимая пальцы на правой руке, сказал Андрей. — Я же для них лишний свидетель. Месторождение здесь не слишком большое, но богатое. Я это уже в первую неделю еще понял. Большую бригаду с техникой сюда посылать смысла нет. Человек шесть, семь, за пару сезонов Россы полностью мы выбрали бы. И, видать, по всему монгол решил втихаря и лим отработать. Втихую. А я ведь мог разболтать. Или без спроса сюда влезть. Да и расплачиваться со мной им, ой, как не очень хотелось. И самое главное, меня даже искать никто не будет. Ни семьи, ни детей. И они все это знали. Марат за нами следил, а я вокруг них крутился. А зрение и слух у меня очень хорошее. И слышу, как-то Кандыбин Марата спрашивает. — А что с бродягой? То бишь со мной. — Что с бродягой делать будем? И Марат плечами пожимает и усмехается. — Ха! Неужели золотом с лохом делиться, а? — Ну, в общем, я понял. Я все понял. Устроят они мне здесь несчастный случай. И в Якутск я уже не вернусь. И когда с Гансом вчера сцепились, он решил ускорить эти события. — Ну, а ты ускорил. — А ты-то встать сможешь? — Ой, попробую. Надо бы трупы в лес оттащить. А к вечеру я их закопаю. Ваганов с трудом поднялся, его пошатывало. И он сделал шаг второй и опустился на траву. — Ой, что-то башка кружится. — Да лежи, лежи. Я сам. Смотри, не засни только. У Марата в палатке оружие и как бы Захар не пожаловал. Он хоть и слепой, но подползти сумеет. — А пушка на что? — И Ваганов достал из-за пояса кольт. — М? — Ну, ладно. Если что, стреляй в воздух. А я минут через десять вернусь. А перетащить эти трупы сотмели в лес оказалось, ой, как непросто. Через каждые десять метров присаживался отдохнуть. Прям вообще. Передохнуть. И в горячке я не заметил, что у меня повреждено было левое запястье. Видимо, подвернул его, когда упал после удара Ганса. А теперь смотрю, кисть опухлая, и я с трудом шевелил пальцами. Когда я вернулся к палаткам, Ваганов сидел в той же позе, держа на коленях пистолет. — Захар не появлялся? — сразу спросил я. — Нет. Далеко он не ушел. Он где-то рядом прячется здесь. И, может быть, даже наблюдает. — Ну и черт с ним. Не хай. — А ты как себя чувствуешь? — Ну, спасибо. Хреново. — Может, съешь что-нибудь? — Давай я тушенку открою. — Не-е-е. — Не хочу, — покачал головой Андрей. — Глаза закрою, и опять вижу эти трупы. — Если к вечеру в себя приду, закопаем все это, чтобы не видеть, не нюхать это, а? — Закопаем. — Я вытащил из палатки Марата все оружие. Оба карабина СКС и двустволку. В двух сумках лежали боеприпасы. Штук 300 патронов к карабинам и пачки с патронами к двустволке. Почти все заряды бодикартечные или пулевые. Вооруженные бойцы монгола были основательно и отнюдь не для охоты на уток. Угу. Кожаный кейс Марата с наборным цифровым замком был закрыт, и я отковырнул крышку охотничьим ножом. Там лежал замшевый мешочек с золотом, которое мы добыли после визита монгола. Деньги в целлофановом пакете и стопка разных документов. Хм. Разрешительных? Разрешаю. Я сел и вслух пересчитал деньги. Семьсот двадцать долларов и шесть миллионов с мелочью. Наших. Хватит до дому добраться, а потом бежать, куда глаза глядят, сказал Андрей. Хватит. Мне-то еще ничего, а у тебя же ведь семья там. Кроме документов на оружие и разных бумажек, я обнаружил разрешение, выданное в фирме Хоуп Север. На производство, разведки и добычи ценных ископаемых в долине реки Нора. Хоуп. Надежда прям. Надеялись на этот север. Да. Предусмотрительные, ребятки. Ни хрена не скажешь. Под бумагами лежала запасная обойма Кольту. Картонная коробка пузатых девятимиллиметровых патронов и покрытыми красной амалью капсулями и пара наручников. Ой, я посплю, зевая, сказал Андрей. А ночью подежурю. Я хорошо вижу в темноте, как та кошка. Хм, а ты и правда на кота похож, засмеялся я. Только на ободранного. Хм, не обижаешься? Да не. Напряжение страшного дня давало о себе знать. Смех звучал почти истерично. «Может, выпьем?» «А?» предложил Ваганов. «А то меня до сих пор трясет». И мы выпили еще по полстакана. А когда Андрей проснулся, тогда лег спать и я. И сон словно оглушил меня, как вырубило. И все же я мгновенно вскочил, услышав выстрел. «Отказан» 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 Субтитры создавал DimaTorzok В 18.00 выходит у нас новая серия «Каждый Божий день». Все аудиокниги и все рассказы находятся в нашем подвале, снизу. Заходишь, и там целая библиотека наших рассказов. Старичок, заходи на пикничок. «Каждый Божий день» в 18.00. Не пропустите. А на сегодня что? А на сегодня все. Покедова. Споки-ноки. Чпоки. Ага.